Друзья, да, я буду снимать сегодня обычный влог, да, обычный. Друзья, всем привет, всем добрый день. Мы с Настюшкой, угадайте где, не угадывайте, мы в Риге, опять же, да, приехали в столицу Латвии. Для чего? Для того, чтобы отвезти бабушку, нам нужно было срочно в Ригу. Какие здесь ямы, ёпт, РСТ! В АЦУ клинику доктора Лукина, вот, нам её посоветовали, сказали, что очень хорошая клиника. Все те, кто смотрит от нас давно, знают, что бабушке не понравился американский центр с глазами. А знаете, почему? Я тебя, и ссоры, я тебя любью. Потому что ей врач сказал очень, как сказать? Жестко. Жестко и очень профессионально. Ну что, у вас возраст, вы со временем ослепите, всё, вы будете слепая. Представляете, врач сказал такое своему пациенту. Ну, мне кажется, это очень жестко. Ну, не тактично это. Да, не тактично. И поэтому бабушка очень сильно расстроилась. Переживала. Да, переживала. И посоветовали нам поехать к клинику доктора Лукина. Мы её сегодня отвезли уже. У нас есть два часа. И угадайте, куда мы едем? А мы едем, друзья, в Икею. Одинаковые влоги все. Просто Рига, Икея. Да, Рига, Икея. Потому что наша моя любимая, дорогая тёща, она тоже сделала заказик. И мы сегодня забираем заказик и для тёщи, и для нас. А мы, кстати, себе не собирались ничего брать. Вообще ничего, да. Ничего не надо было. Но так как мама заказала, и всё равно мы едем в Ригу, мы так подумали, а чё бы не добавить чего-нибудь в корзину. И добавили. И, кстати, друзья, вчера было такое событие. Это можно быть? Конечно, я думаю, что можно. Нам всё можно говорить. На, подержи. Здесь Рига, я не могу одну ирку и перекушать, и всё. Знаете, что я понял, что в Риге нужна машина только автомат. Без автомата в Риге делать нечего. Калашникова. Потому что постоянно дёрганье. Дёрганье. Постоянно перекушать. Про что? Вчера я закрыл квалификацию. Открыл. Закрою ещё я в следующем месяце. Закроем и перезакроем уже будет буква L будет. Короче, я вчера открыл квалификацию Pupu S. S1. Ну, ты так сказал, непонятно. Ну, он же тоже работает. Он же вместе со мной. Мы вместе работаем. Просто у нас уже столько достаточно заказов, что мы можем и нашнику продвигать, и уже меня можем продвигать. Да. Команда растёт, и квалификации растут. Короче, семейный бизнес. Короче, столько заказов, что мы даже уже сделали нашники. Заказики делаем. И уже заказики на меня оформляем. Вы понимаете, чем это пахнет? Вы понимаете, чем это пахнет? Смотрите, тут мосты. Мы с тобой здесь уже ездили. Делают мост. Да, бабушку оставили. Ну, покажи, что здесь делают мост. Они же не имеются. Дай, скажи, что камера. Ёбурсыны. Наша, ёбурсы. Продолжай. Вот здесь, друзья, делают мост. Смотрите, какой красивый мост. Камера упала. Вот просто у нас экшн-камера, с ней всё в порядке. Ну что, друзья, мы стоим уже в очереди в Икее. Сегодня трой влог, получается, с машиной, потому что не выйти на улицу. Мы всё время ели. Давай вообще весь влог, слушайте. Нет, нет. Прикиньте, вот мы собрались ехать, и братишка сказал, что Ригу недавно накрыло, знаешь, чем? С сахарной пылью. Все улицы... Песчаная буря. Песчаная буря. Ну, это с сахарной пылью. Не, ну, слушай, с сахарной пылью. Ну, я не знаю, не в курсе. Короче, да, все улицы, все машины, они были такими, знаешь, такими оранжевыми, с жёлтой пылью. Не, я в одном месте, я видел, что очень сугробы все не белые, а такие. Ну, напишите, кто из зрителей, что тут было, что за песчаная буря была здесь. У нас в этот раз заказчик небольшой, так что, так что, Саша, сейчас вот, смотрите, только одна маленькая корзиночка. Как это проверить? Давай быстренько там проверим, посмотрим, так, хоп, хоп, и хоп, все. Кстати, друзья, в этих домах, в этих вот пятиэтажках, моя мама обрела квартиру. Сейчас ее, конечно, дома нету, но когда она будет дома, мы обязательно к ней съездим. Ууу, в гости, и посидим, попьем чаек и кофеек, и сделаем маленький рум-турчик. Короче, друзья, у нас еще есть часик времени, поэтому мы припарковали машинку, и сейчас пойдем погуляем по Риге, по центру. Блин, так все это надоело, даже мы не можем с Настюшкой взять где-то кофеек, сесть за столик и спокойно попить булочкой, кофе с булочкой. Поесть. А так хочется, да? Да. Друзья, смотрите, у нас отель, Таллинг, отель, ну нифига себе, что у нас там, Орегон, Меркурий отель. А с ней забывается? Нет, мы с Настюшкой давно уже не гуляли по центру Риге, да? Настюшка спросила, не забудемся ли мы, я думаю, что мы не забудемся, потому что вот, слышишь, наша машина стоит около отеля Таллинг. Мы с Настюшкой, когда вообще вот были молодыми, а, полностью? Дело было так, что... Тебе 17, мне 16. Да, мне было 17, Настюшке было 16, и мы с ней решили, что поедем в Ригу. Тогда еще у Настюшки папа работал на маршрутках, мы могли бы сесть к нему на маршрутку, поехали, нас бы бесплатно, да, везли в Ригу, потому что мы с Настюшкой накопили денежек. Так, сколько у нас было? 9 лад. В те времена, да, у нас было еще 9 лад. Это в евро, я не знаю, сколько сейчас, ну, может, побольше десятки. 14 евро, может быть. Вот, и мы договорились, что все, маршрутник к нас приедет, заберет, а получилось так, что маршрутик нас забыл забрать, представляете, забыл. А Настюшка была в положении уже. Ну, у меня маленький срага был. А мы же такие, что если мы решили, значит, нам нужно, и мы это делаем. Мы такие с самого детства. Да, да, и мы поэтому решили, что поедем в Ригу автостопом, представляете, у Настюшки уже маленький пузей, да, и что, и мы пошли, да. Первая машина нас довезла от Випай до Каунсимса, после Каунсимса нас довезли до Саудуса, кажется, а вот уже после Саудуса нас уже взяла девушка. Я вот до сих пор помню, белая Вольво, молодая девушка, впереди у нее сидит мелкий, с бутылками играется. Мы с Настюшкой сели, и она всю дорогу 150-160, 150-160. Мы сзади такие, вот, мы очень быстро приехали, и знаете, что мы здесь делали? В первую очередь, мы пошли в Макдональдс, это нас... Нет, было так, что настолько долго мы добирались до Риги... Давай покружимся, чтобы показать тебе. Мы как бы планировали, ведь весь день здесь гулять, и только вечером бы нас папа забрал. Да, кстати. Но мы настолько, мы добирались 5 или 6 часов до самой Риги автостопом, и мы приехали, и смотрим на часы, типа, а через час или через два у нас уже папа забирает. И нам не было смысла, в принципе, куда-то далеко от вокзала шлындыть, да? И мы сходили в Макдональдс, поели, сходили на базар, купили диск группы NANO. Броклин Баунс! А, Броклин Баунс! Да! Друзья, кто знает такую группу, пишите в комментарии. Группа Броклин Баунс. Да, 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 это не NANO. Это наша любимая-любимая была группа. Слушайте, мы просто так хотели куда-то потратить эти 9 лак, нам хватило поесть, и думали, надо же что-то в Риге купить, что-то с Риги привезти. И смотрите, вот это, этот Макдональдс, смотрите, это он! Пойдем, вспомним детство. А диск будем покупать на вокзале. Давайте, короче, мы сейчас пойдем в Макдональдс, если он, конечно, открыт. И, кстати, это очень приятные воспоминания, очень приятные. Да? Друзья, вот мы подошли. А, кстати, можем здесь, заходим. Одеваем маску. Ну что, мы зашли, когда мы здесь с тобой были, этого не было, да? Да. Так, выбираем русский. Да, можем завтра. Друзья, забрали мы наш заказ в заказе, кстати, в Липае, в Макдональдсе нету. Кажется, мы с Настюшкой не знаем, куда идти. Или прямо, или направо, или налево. Выбор огромный. Куда пойдем? Куда пойдем? Давай сюда. Пошли. Блин, нужно где-то сесть и покушать. Так, давай. Давай. Ну, давай. Маленький он, да? Нормальный. Сейчас все кушают так, едешь по дороге. Ну, окей, нужно как-то поставить камеру, чтобы мы это открыли с тобой вместе. Подожди, Зая, а помнишь, мы с тобой были в Риге, и мы были, кажется, это было понедельник, и мы с компанией искали, где потусить ночью. Это оно? Это не это место? Нет, мне кажется, мы были кто-то другой. Мы, не, мы были именно в центре, мы зашли в Макдональдс, перекусили, пошли куда-то в центр, недалеко от Макдональдса был какой-то ночной клуб. Пошли. Куда мы пришли, и там были только мы с компанией, все, там было, там просто больше никого не было. Что я могу сказать, что тортилья в хэсбургере нашем намного вкуснее, чем в Макдональдсе вот это. Друзья, короче, мы поели, нет. В хэсбургере намного вкуснее, больше мы это заказывать не будем. А сейчас мы находимся напротив гостиницы Europa Royal Hotel Riga. Смотрите, там такие глыбы льда падают, и они тают, и могут на бошку упасть, что за бардак? А нас, кстати, предупреждали. Рига, бардак. Нас предупреждали, что когда вы ходите по центру, где-то там мимо зданий, смотрите вверх, потому что бывают на голову падают льдышки. Мы вот сейчас гуляем по Риге, по центру. Ну, мало что снимаем, но я вот просто иду, держу камеру в руке, ее видно. И люди, кстати, очень так подозрительно и очень так смотрят на эту камеру. Целеобразно. Да. Целеобразно. Целенаправленно смотрят на эту камеру. Скажешь, скульптура. Молодец. Мне ж не по себе, мне ж страшно за камеру, честно. Давай вместе ее держать. Как будто хотят ее отобрать или боятся ее очень. А вот мы в Липай более спокойно. Прячь. Не, просто нас в Липай все знают, а здесь мало кто знает. Не боятся подойти. Бабушку мы, друзья, уже забрали. Она в хорошем настроении. И с ней круто пообщались. Сейчас врачи все объяснили, что им нужно будет делать в дальнейшем. Так что бабушка наша будет действовать. А сейчас мы приехали в Латвийскую, Латвия из Рига, спирма гимназия. В этой гимназии работает моя мама. И мы сегодня в Риге, у мамы есть часик окошка. И поэтому сейчас приехали с ней быстренько около школы поболтаем. Потому что в школу заходить посторонним запрещено. Короче, мама моя проводит нас в экскурсию по территории школы. По территории этой гимназии. Короче, просто офигенная. Мама, правильно она называется как? Рига-свалс-классовская гимназия. Рига-свалс-классовская гимназия. Просто крутая, крутая гимназия. Площадка своя, подъезды свои. Помните, у моей мамы была машина. Четвертый Гольф черный. Она его продала, скинула и купила себе новую. Посмотрите, какой он. Ниссанчик. Кашкай. Ой, какой Кашкай. Ниссанчик Джук. Посмотрите, Ниссанчик Джук. Прикольно, мне нравится. Черненький свиньер. Колеса такие. Ну, супер. Ниссан Джук. Ну, вообще классно. Ну, как, бабушка, у тебя машина новая, маме? Мама, можно внутри залезть? А, ну, подушка, конечно, здесь должна быть, да? Хоть будет Mercedes, но подушка будет. То есть, такой мини-обзорщик машинки. О, я первый раз, кстати, сел. Ну, я вам скажу, что хорошо. Конечно же, автомат, это обязательно. Откройте дверь. Автомат. Здесь, в Риге, только автомат. Ну, супер. С магазина. Мама, а можно ее завести? Не надо, успокойся. Бензина мало? Да, мало бензина. Ну, шикарно. Мне нравится офигенно. Такая маленькая машинка, такой мини-джипик. Ну, супер. О, зайка, помнишь, ты спрашивала, где здесь открывается дверь задняя? А вот здесь. Вот. О. Ну, как мне? Ну, супер. Не, ну, шикарно, шикарно. Сейчас мы ее заведем. Посмотрим. Ой, музыка играет. Авторские права. Выключаем. Заводим. Оу. Ну, супер. Смотрите, какая красота. Beautiful. Ну, молодец, да, у меня мама? Короче, если понравилась машинка, ставим пальчики вверх. Самое классное, что в этой машине, что здесь камера есть 360 градусов. Вот вы включаете букву R, заднюю скорость. И смотрите, и вот видите, камера. Видно все вокруг машины. Все, что происходит. Друзья, по традиции, по пути домой мы заезжаем с пиццы, перекусим и поедем уже в наш замечательный, любимый город Липою. Ты можешь не одевать куртку, там будет жар. У нас не собираюсь. У нас сегодня плюс 10 градусов. Плюс 11 даже. Серьезно? Сегодня здесь, представляете, плюс 11. Жара. А снег лежит и тает. Готова, Паузка? Маски есть? Ой, сумки. Бери. Очень хочется приехать скорее в Ригу. Паузка, давай, 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 идем. Чтобы были открыты все магазины. Хочется нормально пойти купить одежду на весну. Я не люблю онлайн покупки. Вот сколько нас таких девочек, кто тоже не любит покупки онлайн вещей для себя именно, да? Мне нужна примерка, мне нужно потрогать, посмотреть. Правда? Да-да-да, полностью поддерживаю. Детям? А что, ты не говоришь, что это работает? Да, не работает. Только один вход у них? Серьезно? Открыт нет. Только один вход, видимо, открыт в магазин. Ну ладно. И вот я очень соскучилась. Хотя я не люблю шоппинг. И все, кто меня знают хорошо, об этом помнят. Но когда ты уже год не ходил в магазин. Ну ладно, не год. Ну давно. Жарко. Мне жарко, реально. Горячая, не горячая девушка. Так хочется, конечно, сходить, купить что-то. Сейчас наступит резко весна, тепло. И нам будет нечего надеть. А потом резко зима, да? Все верно. Может, уже сейчас надо затариваться на зиму? Вдруг нас ждет четвертая, пятая волна локдауна. Друзья, поднялись мы в лидо. Так что сейчас мы выберем, что покушаем. И пойдем в машину и будем это есть. Потому что по-другому никак. Все закрыто. Поесть нигде нельзя. Только на вынос. Здесь можно покушать и роллы суши. Тоже. Вот так эта коробочка стоит 5,40. Эта стоит 6,10. В лидо мы затарились. У всех по пакету. В бутылку положить никуда не. Давай, Кирилл, Мешку. Взяли кто что? Голубцы, жареную картошку, грибной соус, котлеты. Мясо с ананасами для меня, мое любимое. Квас попить и салатики. А, еще взяли десерты разные. Так что идем в машину все это кушать. Друзья, ну что, мы поели. Мы вам это не снимали, потому что вы уже это много раз видели. Сейчас мы едем домой. Друзья, ну что, мы в Липое. Сейчас быстренько отвезем бабушку Веру домой. В Риге сегодня было по дороге плюс 12. А вот приехали к нам в город, у нас плюс 7. И такой небольшой туман. Туман. Мы по дороге. Ну, короче, пока мы были в Риге. По дороге. Нам, короче, пришло сообщение, что снова продукты из школы. И мы едем их забирать. Паек. На месяц, да, нам дают еще раз хочу точнее. И мы успеваем. У нас осталось 20 минут, чтобы их забрать. И вперед, за пакетиками. Посмотрим, что в этот раз нам пришло. Это действительно. Да я иду, иду, помогаю, помогаю. Господи, смотрите, опять коробка. А я снимаю, а он, оказывается, просто помощь просит. А если бы я просто... Кишки, куда ты? Там гель открывает, там уже магазин полный. А если бы я... Да ловко, чеснока, давай быстрее. А если бы я не взяла камеру в руки, ты бы орал. А что, камеру не включила? Опять тяжеленные? Тяжеленные. И яйца даже есть. В этот раз яйца? Так смеялись. Что ты сказал там? Я сказал, бейзот, олс, па, иди всем. Короче, мы уже дома. Все отвезли. Чуть устали? Мамин заказ ей отвезли. Доставка с Икеи, да? Бабушку мы отвезли. Наши покупочки очень... Сегодня мелкие покупочки, по-быстрому. Постельное белье себе взяли, серенькое такое. Самое обычное, самое дешевое. Такую вот полочку взяли в... То, что написали в комментариях, да, и мы про них вспомнили. Только что-то подумали, надо было две. Надо было одну для чашек, а одну для тарелок. Ну, вот эта вот для тарелок будет, потому что мне кажется, она для чашек не влезет. Такую взяли... Хотела сказать, пиалочку. Такую взяли органайзер для специй. Вот такую штуку заменить, нашу металлическую, для полотенчиков. Что там еще у нас? Такую мисочку взяли? Нет, покажи все вместе. Они три... Нет. У нас три размера. Так надо было с большой показывать. Мы взяли миски домой. Это не надо ломать, хорошо? Это нам на кухне. Короче, а мы еще взяли две стеклянных? Две стеклянные. Так, две стеклянные такие мисочки. Самые обычные, классические. Такую мисочку для... Ну, готовки, для готовки. Мы все... У нас все... Я взяла все три размера. Смотрите. И внимание, внимание, да? И? Понимаете? Ну, я потому что думала, уверена была, что самая маленькая будет примерно вот такая. Нужно было две таких? Или нужно было что-то среднее между этой и между этой? А это все, только три размера. Ну, как есть, так есть. Все, в этот раз такие мелкие покупочки. Да, Максим? И дети с подарочками с мелкими. Друзья, ну что, покупочки мы с Икеи вам показали, да? А сейчас вот видите, у нас два, две коробочки продуктами для наших школьников. Ой, сейчас мы все это везем на кухню. Давай. Можно я не снимаю? Да, стой, стой, я снимаю. Все показывать не буду, сейчас я быстренько все разложу на стол и быстренько проведу вас. Дам вам информацию, что было у нас в коробочках. Ну что, вот эти продукты мы получили на два школьника, на Милену и на Монику. Две пачки гороха, две пачки гречки, два пакета картошки с морковкой, много аппензинов. Геркулес, это... Заня, что это? Это мюсли. Мюсли, две пачки, две пачки риса, четыре банки тушенки, две упаковки макарон, два килограмма сахара, два сока, вот, еще одни мюсли, два пакета яблок, два масла, четыре пачки чая, печеньки селга, две пачки молока, две пачки аузу паслос, это... Две пачки муки. Овсянка, две пачки муки по килограмму. По два килограмма. По два килограмма. И яйцо. Четыре банки горошка, две упаковки сыра дзынтерса и... Яйца. И два сочных яиц. Ну, я сказал. Ну, шикарно, нет? Друзья, у нас сейчас происходит небольшой хаос. А мы делаем бассейн. А, вы делаете бассейн для машинок? Ну, молодцы. Мы будем там купаться. Вы будете купаться здесь с машинками? Ну, вы прикидете, машинка нашел свой калочек. Так что, друзья, вот на вот этом вот романтичном, романтичной картине, да, мы будем заплатить видосик. Будем говорить вам спасибо, что вы у нас есть. Подписываемся на канал, ставим пальчики вверх. И... ПОДА, МОН! Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok